Престраннейшая история А между тем, сегодня в пресс-службе ГУМВД по просьбе ТАУ нашли рапорт, покусанного неадекватным гражданином 14 июня около 9 вечера в полицейском участке в райцентре Сесерть сержанта полиции. Он сообщает о том, что тот самый неадекватный человек, как позже выяснилось гражданин Р, официально безработный из Екатеринбурга 1979 года рождения, был задержан и не без труда закован наручники в селе Кашино, это в 6 километрах от райцентра и в 40 от Екатеринбурга, за то, что шел по улице и пинал чужие автомобили. Согласно рапорту, с водительницей одного из них он крупно повздорил, ударил кулаком по стеклу и услышал в ответ все, что она о нем думает. Ввиду того, что гражданин Р был очень неадекватен и физически силен, чоповцы из Кашинской деревушки, задержавшие его, вызвали на подмогу ближайший к месту инцидента наряд полиции, оказавшийся авошным. Хотя, это сути дела не меняет. Совместными усилиями и весьма недюжинами, как уточняется в рапорте, гражданин Р был доставлен в участок и там продолжал барагозить. Пытаясь сбежать, он укусил одного из своих пленителей, того самого сержанта полиции, за правый бок в районе Рёбер и за правый мизинец. Это цитата из полицейского рапорта. Сразу уточнив, в пресс-службе ГУМВД нам отказались озвучить фамилию гражданина на букву Р, но по своим каналам в Сесерте нам удалось узнать, что речь идет именно о бывшем депутате законодательного собрания Максиме Ряпасове. В рапорте ни слова не сказано об алкогольном или каком-то ином опьянении, но гражданин Р вел себя до того неадекватно, что полицейским пришлось вызывать санитаром, которые вкололи задержанному гражданину успокоительный укол и увезли в психиатрическую клинику. Вскоре он пошел на поправку. Впрочем, полицию сейчас интересует совсем другое, как и следственный комитет, возбудивший уголовное дело по факту нападения на полицейского при исполнении. Максим Владимирович, бывший опер СОБРа у БОП, воевал в Чечне, а позже до депутатства 7 лет директорствовал в ЧОПе. Да, Ряпасов в последние дни стал недоступен для контактов, но не исчез из виртуального пространства. Более того, судя по записям на его страничке в Фейсбуке недельной давности, она, кстати, после майской поездки Ряпасова в Крым очень изменилась, но об этом позже. Экс-парламентарий сейчас действительно находится в госпитале. По крайней мере, на прошлой неделе он был там, как предполагают наши эксперты, в госпитале МВД, куда он мог попасть как офицер-резервист спецназа МВД. Судя по фотографиям, Ряпасов попал в серьезный переплет. Его плечи обильно заляпаны зеленкой, под которой темнеют следы повреждений кожи, словно кто-то или что-то протащило его по асфальту. На одном из запястьев, которому тоже досталась немалая порция зеленки, след пореза, либо от стекла, либо от наручников. В позапрошлом году парламентарий ЛДПРовец не без скандала сдал свой депутатский мандат. Ряпасов проходил как свидетель по уголовному делу, в котором, по информации его застарелого оппонента, депутата Госдумца Владимира Тоскаева, фигурировали два странных персонажа – пьяницы и тунеядцы, прудников и молчанов. Один из них, по версии Тоскаева, якобы умер от побоев, которые ему достались в полицейском участке. Обид этот персонаж был якобы за то, что сам избил мать Ряпасова. Что на самом деле происходило в полицейском участке, доподлинно неизвестно. Но депутат положил на стол свой мандат, а следственный комитет, расследовавший это дело, в январе 2013-го сообщил о том, что сведения, изложенные в том письме, подтверждения не нашли. Впрочем, это дела давно минувших дней. Не то чтобы очень уж давно минувших, но полтора года с тех пор кануло в лету. 24 июня после письма друга, воюющего в Славянске под Донецком, Ряпасов, оставил в Фейсбуке неожиданную запись о том, что после госпиталя он готов рвануть в Ростов. В лаконичном комментарии экс-депутат ЗАГСО уточняет, что не хотел бы чувствовать себя самострелом и дезертиром. Дескать, очень стрёмно, когда там воюют неумюхи. Будем ждать и готовиться, чтобы в любой момент... О чём думал Ряпасов, поставив в конце своей записи многоточие, неизвестно. Но он предал огласке письмо некого Александра, брата по жизни, как он его называет. Тот написал другу Максу о том, что сражается в Донецке, где мама его родила. Цитата из письма. «Если считаешь себя офицером, приезжай добровольцем. Будем вместе укропа вбить. Я сейчас в Семёновке на передовой. Ты никогда не был трусом. Жду тебя, брат». Конец цитаты. В ответ Ряпасов написал из госпиталя, обращаясь к пацанам, каким именам Максим не уточнил. Но сообщил, что он пока в раздумьях, но готов уехать на войну. «Ну, кто со мной?» Это тоже цитата со странички Ряпасова в Фейсбуке. Там же размещена картинка, на которой двое спецназовцев, в одном из которых с относительной художественной натяжкой можно признать человека, похожего на Ряпасова, спиной к спине отбиваются от своры вооруженных до зубов бандитов с трезубцами на шевронах. К слову сказать, прежде на своей страничке бывший депутат ЗАГСО писал об ином, о патриотизме, о выпускных вечерах, о детских праздниках, о бильярде и ценах на бензин, о строительстве спортивной площадки и дрессировке собак. Но 17 мая Ряпасов, судя по его же собственноручной и виртуальной записи, захотел в Крым. Как эти события коррелируются между собой, решайте сами.